Посмотрите, люк, в котором люди должны эвакуироваться, не дай бог будет пожар. Если тот в той квартире загорится возле выхода, не дай бог будет задымление, люди не смогут вылезти. Этот люк, заваренный деревяшками, держит людей в страхе. Жители корабельной 19 боятся за свою жизнь. Требуют установить новую эвакуационную лестницу, привести в порядок систему пожаротушения. Во всем доме, только на одном этаже, она сделана по всем нормам. А вот у нас образцовый подъезд, пятый этаж нашего дома. И вот такой щит, стены системы пожаротушения. Там наверняка есть и рука пожарный, и кран. Я не удивлюсь, что даже там есть вода. Это отдельно запитано, скорее всего. Почему же нельзя навести порядок во всем доме? Этот вопрос они задали коммунальщикам. На диалог с людьми приехало и руководство департамента ЖКХ. Разговор был напряженным. От жителей корабельной 19 звучали одни претензии. Отвратительно. Отопление у нас вообще низкое. По сравнению с 1996 году там нельзя было подойти и дотронуться. Сейчас вообще еле теплое. Проблемы с отоплением, отсутствие противопожарной системы, плохое освещение, утепление дома, ремонт фасада. Все это люди требуют сделать. Причем другую управляющую компанию. От своей отказываются и просят ее заменить. Они ведут себя некорректно по отношению к жильцам. Не выполняют положенные виды работ. Обманывают жителей в плане установки счетчиков. Якобы они запрещены. Мы платим за ФСС и отопление. Они эти работы, знают, не в курсе, что это на самом деле так. Но нам говорят, что это не так. Все те заявления, которые поступили от жильцов, мы их все рассмотрим. Проведем расследование, обследуем. Если где-то есть какие-то нарушения, то, естественно, будем принимать меры по решению данных вопросов. Жильцы обещаниям не верят. Говорят, местной управляющей компании теперь покоя не будет. До тех пор, пока жилищники не наведут порядок в доме. Анастасия Шакирова, Фахри Исламов. Новости НТР. Новости НТР.